друзья всем огромный приветик с вами как всегда алиса и мы давайте поиграем так сколько лапок так сегодня тоже будет немало у нас диалогов так как очень много кто работал ночью из персонажей и еще я стараюсь сейчас максимально всех отправлять основных особенно потому что я напоминаю что в среду будет новое обновление будет опять мульти квест посвященный 14 февраля и скорее всего конечно же будут основными действующими лицами это симпсоны поэтому у кого висят еще тоже сюжетки с ними то отправляйте пока есть возможность то что потом они будут заняты ах ничто так не восстанавливает душевное равновесие как восьмичасовое катание на велосипеде так ты уже обдумал идею супер друзей 20 мне кажется у меня уже есть общие наметки слушай база данных ты что не усек я сказал я сказал хорошего дня ах хорошего дня означает проваливай теперь понимаю в этом городе люди могут отыскать тебя независимо от того где ты или они находитесь стрёмно это хотя это объясняет отсутствие у нас телефонов честно говоря я не понимаю почему так базу данных отфукивают эти ботаны как грубо нужно сказать да они же наоборот стремятся найти друзей так как им тяжело это сделать их мало кто понимает сколько заканчивается сюжетных линии это прикольно уменьшается уменьшается так ты все испортил бард а еще ты обратил мою самую близкую псевдоподругу против меня говорят друзей надо держать рядом а врагов еще ближе так что согласно этой логике вы двое должны быть близки как никогда не всегда всегда пожалуйста послушались мы всего лишь пытаемся ввести дела только и всего нет вообще-то целью нашего мероприятия было всего лишь сообщить всем аж о шуме о чуме которая губит нашу школьную систему наверное мне стоит рассказать маме с папой о том что ты наделал я тебя умоляю неужели ты и вправду думаешь что мама с папой рассердится на меня после того как я им расскажу что заработал денег на неторопливый поход в нормальный ресторан ты же знаешь как гомер ненавидит поспешность практически так же как ненавидят когда его унижают ради чей-то выгоды а ему долю не дают складывает согласно информации выложенной на смз следующий фильм про макбейна будет сниматься в спринфилде но вульф кассов вышел из игры когда квинби ввел специальный налог для знаменитостей которые не считают что он хорошо смотрится в шортах у меня не было сил притворяться что мне нравятся тощие ножки я хорошо знаю свои актерские возможности обязательно посмотрите мой новый интернет сериал макняня компаньонка из детства макняня придумают так да еще у нас осталась руд которая бедняжка работает так и вроде бы все всех забрали так что поехали смотрите как уменьшилась вообще в половину сейчас знаете прекрасно как из одной сюжетки вылазит вторая третья и так дальше так джина это ты думала ты в тюрьме а меня взяли и выпустили и даже не уведомили заранее теперь вот на улице живу я так и знала что после ввода запрета на ведение семейного фермерского хозяйства бездомность превратится в настоящую проблему что уж можешь остаться у нас пока не встанешь на ноги минуточку а у меня что права голоса здесь нет бард прав мы должны учесть как это повлияет на него бард не припомню у вас с джином все плохо закончилось очень плохо ну тогда она может остаться заставить джину поселиться у симпсона заставить барда протестовать против невнимания два часа кстати может у джина и появится наконец-то задание потому что как я говорила она у меня просто слетела и все мистер бёрнс до меня дошли слухи что некоторые ваши сотрудники появляются на работе в неадекватном состоянии я подумал что смогу вас снять под прикрытием в качестве босса инкогнито где мне придется тусовать с другими немытыми подумайте еще раз ладно тогда я смогу просто снять пару кадров внутри атомной электростанции зависит а вы пригласите бэт дэвис в качестве гостей на премьере конечно почему нет тогда отлично только не наступите на что-нибудь радиоактивное так 8 часов поверить не могу что старик бёрнс отказывается платить себе столько же сколько и нам и не говори нам нужно провести акцию протеста давайте будем работать медленнее обычного пусть бёрнс увидит и все исправит не думаю что смогу работать еще медленнее я и так ничего не делаю поэтому лучше я открою кафе мороженое в знак равенства полов не понимаю как это делу поможет это же кафе мороженое все по 10 баксов ого так шестнадцать часов ого так гомера открыть и все кафе мороженое нам не дадут построить интересненько так идем дальше поскольку вигом оказался совершенно не способен обнаружить источник атаки я решила немного отвлечь наш самый важный элемент то есть себя по ходам за покупками мой информатор клипи дал мне парочку советов относительно форматирования сообщений возможно вы воспользуетесь своими новообретенными знаниями при написании заявления об увольнении чтобы мой муж мог его разорвать а затем вас уволить миссис квимби возможно мне удастся подключиться к прокси серверу проверить айпи адреса и отследить пакеты данных отправляемые хакерами но тогда кто изготовит плакаты разыскивается хакер вы же знаете что я обожаю расклеивать всякое не хочу показаться грубым но мне кажется ваши методы сильно устарели и не подходят для борьбы с киберпреступлениями устарели да я тебя в тегте с перьями изваляю и в колодки засуну так то уже такие комбинированные задания перепуганная лиза ты воспользовался моими персональными данными чтобы открыть веб-сайт и попытаться заработать на моем позоре никто не смеет использовать членов этой семьи в целях обогащения кроме меня мальчишка ты на неделю под домашним арестом так тебе и надо бард лиза стукачков не любит никто ты под домашним арестом на месяц это несправедливо ты бы вообще не узнал об этом интернет позоре если бы я не рассказала вот именно и в ответ я преподаю тебе очень ценный жизненный урок не доверяй никому вот так да ажиотаж опять на борта с лизой эй очкарик чего нос повесил скучаешь по старому спринфилду могу помочь освежить воспоминания ох каждое твое слово хлещет меня словно хлыст что дольф только что выразил искреннюю озабоченность а начал он с оскорблений я решил что он собирается сделать новый спринфилд более похожим на старый избивая меня так как он это делал в прошлом первое дольф пользуется оскорблениями чтобы выразить свои чувства таков дольф спасибо что привел меня нельсон засранец второе мы собирались провести тебя по памятным местам и вернуть тебе воспоминания связанные с ними так мы коротаем дни и не тебе говорить когда я тебе сочувствую а когда нет бд ты меня не знаешь ты не мой дневник мне очень жаль вдоль вправда мы хулиганы мы никогда не извиняемся по нашим правилам есть только один способ получить прощение я понимаю только пожалуйста постарайтесь мне очки не разбить оптику построить нам еще только предстоит отправить базу данных подвергаться издевательства а бедняга но почему ты так хочешь спасти человеческую расу я привязался к вам несовершенные но благородные людишки а еще у меня есть неизрасходованный подарочный сертификат на спа процедуры не хочу чтобы он пропадал он такой милый заставить номер пятьдесят один отправить отправить фильм о вторжении на базу я думала он это еще вчера сделал монтировал монтировал должен признать наш сын отлично поработал над парком красти и о том какими родителями нам следует быть мы получили хороший урок ага лет двадцать пять не участвовать в его воспитании а потом отдать все свое имущество и вуаля все получилось с рупертом мердоком прокатило увижу ли я когда-нибудь своего двадцати пятилетнего сына нет красти он вернулся туда откуда пришел страну людей нужных только для интриг это рядом с островом макгаффин кстати я забронировала пентхаус гостиницы парка красти в комплект входят два белых тигра третьим встать не хочешь шум отправить красти оправиться от сердечного приступа ого двенадцать часов серьезно ну ночью будет оправляться как бы занятия тоже для ночи какая замечательная еда поверить не могу что обычная трава может быть такой восхитительно вкусной я сыт даже дышать не могу с трудом а что за десерт из регидрированной воды с надписью манжула наверху выведены замороженной регидрированной водой и что меня порадовало больше всего ты ни разу не заикнулся о магазине он в порядке без присмотра такой одинокий вероятно напуганный здесь как-то резко потеплело не находишь у кого-то еще возникли проблемы с дыханием вздыхает единственное что мешает мне тебя простить так это то что нам придется вернуться к обычной жизни так еще не вечер мы не обязаны пока возвращаться пора объятий поцелуев я думал о чем-то еще более романтичном романтичном с хорошим освещением и с постоянной угрозой ограбления заставить манжулу и апу забыть обо всем на свете а кто-то занят еще наверно найдем мы нашего апу и освободим так значит что денег у нас навалов дома давайте теперь поставим мафиози их машину крутотятскую я наверное не смогу правильно прочитать вы если что исправите файтон или фотон 1932 года на ходу в прошлую субботу на нем гонял ого теперь люди перестанут думать что у меня завязки с бандитами теперь меня будут считать одним из них так мы договорились акт куимби о свободе обмена тачками будет подписан к вчерашнему дню так и теперь у нас идут задания 30 минут взяточники взяточники так хорошо сейчас будем давайте искать апу ага вот он 50 минут мирится с анджеем нужно ускорить тут тоже ну ускорили и до свидания ох голова моя ну почему не изобретут гипс для сломанного мозга стойте я что-то вспоминаю да у меня была великолепная идея для нового трюка но для нее нужны компоненты которые будет очень трудно достать добро пожаловать в подпольную лавку мо расскажите друзьям наш бизнес строится на рекомендациях у меня длинный список кое-какие компоненты вообще запрещены никаких проблем мы с моими партнерами гордимся своей способностью достать все что угодно и не имеет значения по какую сторону закона она находится ну хорошо во первых мне понадобится аспирин много аспирина аспирин и где я тебе его достану ну это как в жизни когда человек слишком фонтуется рассказывает сказочки а когда дело так сразу банально аспирин не может найти 8 часов хорошо тоже значит на ночь всех отправим так возвращаюсь я вниз дедуся еще тут работает так ну хорошо подождем немножечко и закончим с этой машинкой так ну что друзья прошло немножко времени можно ускорить уже санжей я был глупцом и я молю тебя о прощении я называл тебя ленивым ненадежным и жирным я слишком дорого заплатил за свои слова я был вынужден делать то что люблю больше всего работать ты никогда не называл меня жирным прости меня и за то что я говорил за твоей спиной твоей большой широкоплечьей спиной а разве извинение не будет выглядеть лучше если ты предложишь мне например я даже не знаю работу ну конечно прошу возвращайся ко мне на работу я дам тебе все все ну кроме достойной зарплаты и нормального графика отпуска и льгот но зато ты получишь всю воду оставшуюся после мытья полов я согласен но лишь потому что счета за твое лечение разорили меня и я в отчаянии я так рад вернуться апу ты правда так считаешь отнюдь отправить анджея на одночасовую рабочую смену 60 минут так и ребята взяточники тут уже закончили мне потребуется высокооктановый бензин машина издает какой-то странный стук и из нее доносятся приглушенные крики ой в багажнике связанный человек может он механик который разберется с этим странным стуком я не механик развяжите меня ну может хотя бы машину помоете ух ты фрэнки стукач а я расстроилась думала ух ты думала что с машинкой не будет никакого персонажа и я ошиблась так давайте бегом бегом возвращайте нас в город эх так и раз уж я тебя спас и все такое то надеюсь это наше маленькое соглашение останется только между нами хотите сказать что приняли взятку от моих товарищей по банде и теперь не станете совать нос в их дела ну я об этом уже в твиттер написал но сообщение можно удалить забудем об этом эм и сколько же ты просидел в том багажнике не знаю но по ощущениям вечность похоже на ужин с моей женой на который ты идешь но еще до того как со стола уберут тарелки для салатов ты будешь мечтать о возвращении в багажник так заставить так ну хорошо буду теперь разбираться с заданиями и ждать пока выполнять все свои действия на 4 часа все друзья делаем перерывчик и увидимся в следующем видео всем пока пока пока